Иисус в храме Не тот порядок, который он установил Это было бы само собой разумеющимся И не те размеры храма, которые он дал Изменился дух Или по крайней мере он отличается очень серьезно от того Кем был сначала Или чем он был сначала Мы читаем в Евангелии от Иоанна Приближалась Пасха Иудейская Иисус пришел в Иерусалим И нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей И сидели мыновщики денег И сделав бич из веревок Выгнал из храма всех Так же и овец, и валов И деньги у мыновщиков рассыпал А столы их опрокинул И сказал продающим голубей Возьмите это отсюда И дома отца моего не делайте домом торговли При этом ученики его вспомнили Что написано Ревность по доме твоем снедает меня На это иудеи сказали Каким знамением докажешь ты нам Что имеешь власть так поступать Иисус сказал им в ответ Разрушите храм сей И я в три дня воздвигну его И на это сказали иудеи Этот храм строился 46 лет И ты в три дня воздвигнешь его А он говорил им о храме Тело своего Когда же воскрес он из мертвых То ученики его вспомнили Что он говорил это И поверили Писанию И слову, которое сказал Иисус Надо понимать Что бизнес, о котором идет здесь речь А это стал настоящий бизнес Это был бизнес Саддукея Анны У нас здесь очень много свидетелей С того, каким образом И сколько стоили жертвы Для того, чтобы их принести в храм Вот как раз сзади меня Находится место сокровищниц Которые приносили люди Жертвы свои Но перед тем, как принести жертвы Или перед тем, как сокровищество Должно было наполниться жертвами Люди должны были приносить Жертвы в храме Для того, чтобы приносить жертвы в храме Им необходимо было какое-нибудь животное Причем животное должно было быть без порога Ко времени Саддукея Анны был введен закон И согласно этому закону Практически ни одно животное Выращенное дома Не имело быть возможности Принесено в жертву Таким образом Как выразить мы сегодняшним языком У Анны была монополия На признание животных кошерными Или не кошерными С порогом Или без порога На каждом животном Которое человек должен был купить Здесь Ставился печать Анны И таким образом Она допускалась До приносения в жертву Иными словами Мы должны понимать Что Иисус С точки зрения Анны Которая на тот момент Еще не верит В серьезность его намерения Относительно Царства Небесного Воспринимает Иисуса Как человека Который покусился Ни много ни мало На его семейный бизнес А если и так То для того Чтобы подавить Этот бунт Или это противление Семейному бизнесу Хороши все меры Но Иисус Естественно Не обращает внимания Что скажут сильные Мирос его По этому поводу И он разгоняет Торговцев Он разгоняет торговцам Тем самым Говоря им Вы превратили В вертеп Или в дом торговли Храм отца моего Вообще так говоря Продавать Или покупать Само по себе Не являлось И не является грехом С точки зрения Господа Бога Более того Это сам Господь Бог Установил порядок При котором Каждый приходящий Должен был Приобрести Здесь За свои деньги Какую-то жертву Потому что Абсолютно невозможно Себе представить Что человек Который проделал Две-три тысячи километров И проезжает В Иерусалим на праздник Мало того Что это было сопряжено С огромными опасностями Для него прийти сюда Он должен был Еще привезти с собой Быка Совершенно невозможно Вместе с тем Он ни в коем случае Не мог платить Римскими монетами Потому что На римских монетах Было изображение императора Поэтому совершенно Совершенно легитимным Считалось Если обменять деньги Здесь Возле миновщиков Или же Приобрести за деньги Жертву Это было нормально Но вопрос На самом деле Не в том Что делалось А как это делалось И ради Чего это делалось Мы находим Очень много Свидетельств В еврейских писаниях Которые говорят О стоимости Вот этих вот Жертв Или стоимость Обмены Монет Если в сердце своем Ты на самом деле Хочешь служить Богу То ты будешь Использовать Это обмены Не как цель А как средство Для служения Но мы видим Что Иисуса возмутила Именно ситуация При которой Люди Которые Васили здесь Они давным-давно Забыли Кому они служат И зачем они служат Мы можем Прочитать Из еврейских Источников Что в последние годы Своего существования Храм превратился Во многом В коммерческое учреждение По сохранившимся Источникам Животных Храмовых жертв Необходимо было Приобрести Исключительно В самом храме И они Должны были быть Снабжены Храмовой печатью Более того Был случай И он зафиксирован Когда Голуби Продавались в храме По золотому Динарию За пару Это была Чудовищная Огромная сумма И видимо То ли голубей Не подвезли Видимо Приехали Какие-нибудь Богатые Жертвенники Однако Подобное Взвинчивание Цены на пару Голубей Давайте не забывать Что пару Голубей Это была Минимальная Цена Жертвы Или минимальная Жертва Которую в свое Время Мария Даже приносила По своей Бедности Но в этом Случае Надо было Заплатить Золотой Динарий За пару Это цена Практически Стоимости Жизни В Израиле На протяжении Месяца А для бедных Семей На протяжении Года И вот Сказал Раби Шимон Бен Гамлиэль Храмом Этим Клянусь Не уйду Ночевать Пока не добьюсь Цены Для пары Голубей Серебряный Динарий О том Какие священники Были в храме Можно узнать И следующего Отрывка Там же Четырьмя Воплями Возопило Подворье Храма Первый Выйдите Отсюда Дети Эли Оскверняющие Храм Второй Выйдите Отсюда Исахар Из деревни Баркай Что уважает Себя И не уважает Небеса Что он делал Он делал Храмовую Работу В шелковых Перчатках Из Брезгливости Откройте Ворота Третьему Ишмаэлю Бен Фибаи Он служит Храмовую службу Он получил Назначение На священство От Агриппы Купив Пользуясь Поддержкой Влиятельных Друзей И четвертый Откройте С ворота И войдет Йоханан Бен Надай Надвай Ученик Пинкая И набет Брюхо Святынями Небес Ибо Говорили о нем Что он съедает За одну трапезу Триста Тельцов И выпивает Триста бочонках вина И заканчивает Трапезу Сорок Се Это мера объема То есть Иными словами Мы видим Что не только У Иисуса Но и у самих Евреев В того времени Иудеев Рядовых Иудеев У фарисеев Существало Чудовищное Недовольство Тем Что делали Здесь Миниалы Поэтому нет Ничего удивительного Когда Иисус Заходит в храм И первое Что он видит Он видит Эту чудовищную Несправедливость Он не может Этого допустить Он переворачивает Столы И К своей славе И кящему уважению Надо сказать Что он не побоялся Смотреть на сильных Мира сего Вполне возможно Что это было Одной из причин В человеческом понимании Этого слова Из-за которого Ему и был Уготован В конечном итоге Крест Ибо Ибо Анна Не простил Ему Покушение На свою Собственную Казну Тем не менее И для нас Должно быть Примером Когда речь идет О Доме Божьем Никакие Меркантильные Расчеты Не должны Преобладать В нас Большое дело Начинается С малого пожертвования И пятью хлебами Можно накормить Пять тысяч человек Поддержите наш проект Молитвой и финансами Информацию О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте tv-семинари.com Ищите нас В поисковых системах По запросу tv-семинари